Обильный снегопад и низкие температуры сделали свое дело. Над городом нависла опасность. Почти над каждым подъездом, над каждым тротуаром, с крыш домов свисают огромные сосульки. Некоторые рыбничане спокойно ходят под ними. Другие знают, ледяные глыбы опасны. Объясняю, что нельзя ходить под крышами, потому что там сосульки. Чтобы не упали на голову сосульки. Техника безопасности. Это самое главное. Нужно сбивать сосульки, потому что это опасно. Дети ходят, машины стоят, шипер ломается, разбивается. Поэтому это необходима даже такая вещь. Хорошо, что делают. Спасибо, конечно. Лопаты, длинные палки – инструменты борьбы с заледневшими крышами в рыбнице. Коммунальщики признают, что такие технологии старые, но на новшество денег нет. А очистить кровли от наледи просто необходимо. Если сегодня говорить о тех, сегодня о ноу-хау, которые есть за границей, там и отопители стоят в этих семеневках, чтобы они не примораживались со стороны, у нас, конечно, этого нет. Но для того, чтобы сегодня обеспечить безопасность граждан, делаем все возможное. Работают две бригады. Те, которые имеют допуск, те, конечно, сегодня привлекаются у нас непосредственно на расчистку самих кровель наверху. Потому что тоже это вид работы, который требует от людей навыки, способности и допуск на этот вид работы. Потому что это небезопасная работа. Те, которые сегодня могут устраняться на леди непосредственно с земли, в местах прохода людей, там, где у нас козырьки какие-то невысокие, конечно, это у нас все остальные привлекаются. По словам коммунальщиков, сейчас все дома в городе чистятся по графику. Так что, если на крыше висят сосульки, нужно обратиться по телефону горячей линии 4-21-16. Справятся ли бригады с уборкой снега и сосулек, покажет время. К тому же специалисты пояснили, при перепадах температур сосульки образуются очень быстро. Поэтому обледеневшие дома следует обходить стороной.